всем привет сразу благодарю всех тех кто смотрит эти ролики кто пишет комментарии под этими роликами мне очень интересно их читать я чем дальше тем больше времени провожу за чтением этих комментариев что иногда идет в ущерб моей работе основной но чаще всего не идет чаще всего я работу все-таки довожу до конца и у меня много очень много кинематографических сейчас у меня новостей но о них я говорить не буду потому что не буду предвосхищать события грандиозные вероятно надеюсь что они случатся и спасибо всем тем кто материально поддерживает канал это тоже всегда приятно всегда полезно и взаимовыгодно не знаю почему я так сказал но наверное это так пластинка запилен у меня лежит на диване первый альбом 69 год кто же не знает эту пластинку и кто не помнит песню i can't quite you baby и далее по тексту can't quite you baby все знают все слушали все любят наверно но не все конечно в нашей стране не все слушали вот закалим слава богу но тем не менее вещь известная да а впервые записал ее и люди услышали ее впервые в 1956 году записал ее отис раш вот этот веселый черный парень песню написал вилли диксон а исполнил ее и записал отис раш и исполнение стало классическим отис раш карьера его не была усыпана розами и лилиями он родился в 1935 году приехав с миссисипи в чикаго где работал то ли на скотобойни то ли где-то что-то такое то ли на мясокомбинате чикагском в общем там рубил мясо при этом он уже играл на гитаре он с 8 лет начал играть на гитаре а в чикаго эту свою гитарную историю продолжил и продолжил так хорошо что денег зарабатывал очень мало этим делом но удалось ему заключить контракт с компанией маленькой компании кобра которая через несколько лет обанкротилась прекратила свое существование и записал для кобры 16 песен некоторые из стали хитами в большинстве кстати своими не помню сколько точно из 16 песен но они стали вышли на синглах все естественно и несколько номеров продавались очень хорошо что принесло в общем определенное количество денег отису рашу и сделала его популярным популярность у него и так уже росла он играл по клубам по разным но когда выходит пластинкой со свистом продается это уже совершенно другое и вот эти 16 песен они собраны на вот таком сборнике который называется кобра это как бы не номерной альбом отиса раша он вышел в двухтысячных уже но здесь все те 16 песен как раз есть и первая песня i can't quite you baby если интересно найдите вот этот альбом под названием кобра отиса раш хотя i can't quite you baby есть на разных сборниках рашевских так что это не сложно ну и вот запилен эту песню знали конечно не знаю насколько любили но наверное любили если сделали из нее свое грандиозное психоделическое произведение но тут по помимо i can't quite you baby достаточно много отличных песен я удивлен что например вот запилен не взяли песню my love will never die прекрасную хотя она больше подходит под репертуар джона майла на самом деле по структуре тут все хорошо но знаменитая песня double trouble здесь присутствует тоже спетая и сыгранная отисом рашем очень много хорошего всего разного это запись с пятьдесят шестого по пятьдесят девятый год если мне память не изменит по-моему в пятьдесят девятом году кобра прекратил свое существование и отис раш оказался неудел и довольно долго находился неудел хотя отдавал концерты все время ездил по стране играл пел его любили но со звукозапись у него не складывалось а гитарист он убойный абсолютно просто убойный он левша и играл он в начале двухтысячных он умер я не помню в каком году то ли восемнадцатом то ли где-то вот недавно сравнительно покинул наш материальный мир так вот он играл на гитаре будучи левшой переворачивал просто гитару и не не перестроил не менял струны то есть у него нижние струны были внизу грифа верхней наверху соответственно и как он играл аккордами при этом я не понимаю а аккордами он играл очень много у него очень интересная техника он играл и аккордами и одноголосые мелодии интервалами там все ну как все как полагается но аккордовая игра у него очень интересная может быть именно за счет того что струны стоят наоборот и какие он брал какая у него там аппликатура черт ногу сломит я не знаю может быть он гитару перестраивал я я не просто не в курсе так такой вот игры на перестроенной гитаре с слайдом как там у кита ричардса например я не не слышал эти сараши у него совершенно своя техника он играл мало того что струны наоборот все стоят он еще играл потом он уже стал играть медиатором я видел несколько его концертов но играл он в принципе большим пальцем на этих самых перри перри перепутанных тонких толстых струнах играл ногтем большого пальца получалось это у него очень быстро кстати говорят же в также играет иногда но джирбек вообще все может он может хоть без пальцев играть вообще как угодно у него гитары все равно будет играть а у тебя сразу так вот большим пальцем как-то причем очень быстро очень точно очень четко и звук у него манера его игры она очень сильно отличается от всех прочих блюзовых гитаристов хотя у каждого блюзовых гитариста хорошего именно именно потому что хорошего до манера абсолютно своя узнаваемая именно поэтому они становятся хорошими до становится там музыкантами высшей лиги потому что всех можно отличить по манере игры кто как кто как играет как кто как звучит вы того же там любимого речи блэкмара с джимми пейджем никогда не перепутаете например да то же самое и с блюзменами звук у него тонкий тонкий пронзительные и невероятные то что называется бенды точнее подтяжки да подтяжки и вибратор исключительно просто уникальное и чтобы насладиться вот этими подтяжками бендами и вибратор я советую очень начать с пластинки вот этой вот эту пластинку послушать right place long time она называется вышла она в семьдесят шестом году я не буду советской и доставать такая пластиночка вышла на всеми шестом году а записано в семьдесят первом и она для такого для упора того продюсера который занимается блюзом исключительно например в рекорд компании она очень странной показалось и с семьдесят первого по семьдесят шестой год и и не выпускали отложили на полку вышла только всеми шестом и стала сразу мега хитом и все критики говорят до сих пор что это лучшая запись отиса раши потому что он был такой непростой парень смысле музыки он играл традиционный блюз но все время расширял его как как там кто кто-то написал что аккордовая прогрессия блюзовая как бы стандартная когда но очень сразу играл так что когда аккорд должен идти вверх у него он идет вниз сразу как-то все и все меняется и все как-то нестандартные и и и странно достаточно хотя в принципе настолько все блюзово круто и приятно что не обращаешь внимание на его вот эти подколочки на его штучки но старался расширить все время блюзовую мелодику оставаясь при этом в этом самом традиционном 12 тактовом блюзе старался все время его как-то модернизировать что у него здорово получалось особенно когда он начинал играть соло там просто туши свет и вот и я тут говорил о бендах и подтяжках да когда начните слушать эту пластинку можете начать с последней песни пятая на второй стороне take a look behind там сразу просто такая эквилибристика начинается даже не не в том смысле что быстрая очень игра он он любил очень длинные ноты hostess rush и наслаждался звуком просто так так у него вот очень противно и не люблю банальное выражение когда гитара поет у него гитара не поют у него гитара просто разговаривает не так как у джимми хендрикса с помощью всяких примочек а безо всяких примочек она разговаривает человеческим почти голосом сразу меняя интонацию тембры понятно что он меняет но иногда он тембры не меняет а гитара говорит просто в одном и том же тембре разными интонациями но это понятно что мне скажут масса приемов есть там искусственные флажолеты там и пятое десятая но не в этом дело об его вот в его звуки в его подходе в его вибрато вот в этом в его бендах и вот вот эта самая последняя песня take a look behind она так так неожиданно так неожиданно такие подтяжки раз не дотягивает потом раз дотянул вниз и вибрато пошло и так так необычно играет необычно короче говоря с вибрато и с бендами обращается настолько легко и уйдя вперед от многих гитаристов что всем нравится тем кто играет на гитаре очень многие переняли его манеру в частности майк блумфилд например поклонник большой эти сараши много 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 людей которые ставят его очень высоко то раб первая песня сразу бешеный драйв бешеный просто невероятный драйв ну надо сказать что здесь духовая секция хорошая фортепиано орган ну и понятно что бас-гитара ударные очень страшно гитаре и поет поет удивительным голосом совершенно таким баритон переходящий в тенор и обратно и такой какой мощный мужицкий очень круто и вот это самое то раб сразу просто полет драйв и быстро и быстро и соло несмотря на то что как я уже сказал он любил длинные ноты наслаждаясь звуком у него его характерная такая штучка он бутон играет торчит вот на этом звуке просто пьет его ест его и заставляет слушатели его попробовать на вкус а потом такой сразу сразу начинает играть 16 метр из вторыми после этого раз я и опять потом такой вот как я люблю да громко тихо быстро медленно моя любимая музыка right place long time раз в раскачку уже после безумия после ритма и блюзового сама to rap вторая песня заглавная она очень хорошая но она такая качающийся такой блюз и вот здесь как раз помимо последней песни вот здесь его вот эти знаменитые бэнды знаменитые вибрато вот здесь он наслаждается демонстрирует вот эту всю свою технику easy go instrumental довольно спокойный по ритму такой качающийся да довольно быстрый но не бешеный не такой как то раб дающий возможность поиграть на гитаре как следует что он и делает 3 time the full еще одна качалка блюзовая покачаемся поиграем и районе на этом джорджа очень странная вдруг баллада южная баллада который написал тони джо уайт очень сразу и исполнил своим этим вот глубоким голосом немножко передохнуть можно передохнуть совсем немного потому что на черву бол на второй стороне еще быстрее чем то раб на 1 еще просто куда-то ракеты вылетает а оказывается это тот же блюз и блюз может быть таким вот с космической скоростью несущимся а иван давай длинная инструментальная пьеса со всеми чудесами утеса раша с его большим пальцем с его перевернутыми струнами с его вот этими всеми делами быстро медленно как мы любим играется все прелести показаны you turn to cry понятно что лирическая грустная с духовыми плачущими баллада ну а потом лонли мэн удивительная штука хотя казалось бы лонли мэн одинокий мужчина вроде бы грустно но такая раскачка такой грув такой просто вот туда-сюда туда-сюда и так бодро на гитаре и так убедительно спета не похоже что этот парень лонли мэн не похоже а похоже наоборот что он идет в какой-то крутой клуб чтобы там как следует оттянуться хотя одно другому не противоречит действительно он одинокий и шпарит куда-то в ночной клуб чтобы там взять гитару выйти на сцену и как следует оторвать отис rush это один из великих блюзовых музыкантов без преувеличения проект пластинка не успел ничего рассказать расскажу потом очень рекомендую вот это колдейн х альбом тоже про него расскажу когда-нибудь и вот это других пластинок хочется хорошо меня нет хотя их в принципе в его каталоге немного он немного успел записать за свою жизнь но то что записал это шедевры а я пошел пить пока